всем хай с вами снова я одер и эта игра last day on your survival мы будем проходить его с нуля но забывать про свой старый аккаунт то есть основу я конечно же не буду это так параллельно будет все первым делом мы выбираем сервер сервер у нас будет первый сразу игра last day on your survival прохождение с нуля ну так вот так вот я назову скорее всего плейлист так вот мы появляемся сразу меняем себе настроечки отключаем музычку так уведомление не трогаю клавиатуры включаю все вот мы начали играть с нуля так что у нас надо сразу сменить никнейм а никнейм у нас в инвентаре плеера 82 сразу меняем же естественно пол и чтобы он немножко отличался и давайте не знаю так не давать еще таки мужиком играть и самым темным и волосы пускай тоже самые темные будут или себе ну ладно вот так вот все пускай остается прическу поменяем пускай это будет и никнейм какой выбрать давайте даже да уж на какой никнейм то поменять не знаю там новичок или last day on earth а все ограничение выбиты да окей значит ну давайте не знаю банально пускай остается новичок вот так вот принять все лутаем сразу фургон фургоне он нам дают для новичков плюшки это у нас куртка и мясницкий нож теперь идем убивать наших гостей которые изначально у нас на карте есть и наверное вот того давайте убивать будем так я это все начиная ради эксперимента вообще мне просто самому интересно насколько я смогу развиться насколько быстро выбью бензобак насколько быстро соберу чоппер там когда рейдеры начинаются в конце концов и покажу заодно вам как я бы начинал играть если бы у меня были знания уже за 8 месяцев пусть они небольшие потому что не знаю как-то не очень то усвоил материал я так думаю в этом плане и вроде как бы зомбаков у нас больше нету и пожалуй все мы просто сейчас на авто атаку поставим полазим что у нас есть в магазинчике да на авто ставим он простенько собирает и все базу строить я уже придумал как я буду строить базу у нас будет крутая вас даем герс рвайл у нас будет основа это комната 2 на 4 который она самая сильная будет изначально там самое топовое хранилище будет стоять в буквальном смысле хранилище так она в игре и называется хранилище просто много места вмещает вот короче там все основное будет храниться и вокруг там не знает три-четыре комнаты наверное будет вокруг базы то есть вокруг этой комнаты так мы собираем у нас кончилась музычка так ящик я не вижу тот временный и вы будете кстати наблюдать за мной как я буду без доната играть в данную игру моя основа тоже без доната без лома там вообще без ничего у меня был бы взлом я бы накрутил бы себе сразу монетки что мне знаю там что можно на монетки брать на монетки бензин можно брать если бы я взлом занимался я бы себе сразу он накрутил бы монетки и чтобы это типа я донатер я не взломщик я вы бензинчик себе из магазинчика брал бы вообще не понимаю как можно подумать что я донатер то что база каменная так я успел до того как дуб добавили построить ее ну конечно не все половину всего лишь потому что я свою базу на основе начинал строить с двух комнат между ними был было пространство в одну клетку коридорчик такой был а в last day on your survival я начал играть 8 месяцев назад приблизительно это где-то в сентябре вот получается у друга днюха была в конце августа и на его днюху он меня с данной игрой познакомил то есть последний день на земле так мы ресурсы собираем я не хочу ломать ресурсы которые нам доступны на данной локации я хочу чтобы как бы природа сохранилась хоть какая-то до сохранилась просто-напросто есть понадобится появится потребность в том чтобы убрать то все у нас база получается 18 на 18 то есть 20 на 20 и 18 на 18 доступный при этом сам фургон кучу клеток отнимаем давайте база у нас будет строго в центре находиться так раз два три 4 5 6 7 8 и на клетку вправо так все четыре в ряд есть и теперь 2 вот наша база пол 2 на 4 готов теперь мы можем выйти с локации но давайте еще проверим что у нас по центру находится давайте отсюда чтобы считать было проще вот так сделаем раз два три 4 5 6 7 8 все она конкретно по центру находится тут 8 клеток тут 8 клеток это 16 и 16 плюс до 18 дан данные все 18 мы по центру расположены короче теперь скрафтим себе сундучок изучить сундук создать выкладываем его сразу и выкладываем то что у нас тут накопилось и сразу пожалуй даже пол стака себе ягодок возьму я хотел сказать ранетки изначально но нет это не ранетки отправляемся на локацию и сразу на первую локацию зеленую будем сосновые бревна себе фармить для начала чтобы до конца базу построить так бежать 15 энергии у нас потом вроде как должен для новичков и вин появится вроде он называется упавший самолет или разбившийся там не знаю точно сейчас кстати я вам расскажу как как быстро прокачаться в данной игре ну в плане опыт и конкретно опыт как быстро поднять опыт так на нас сразу на попадает вот и с него давайте посмотрим что падает с него колесо чоппера падает и мы получается уже ближе чопперу самому стали так берем бревну и остальное у него не трогаем рюкзак забираем потому что мы рюкзак не скрафтили и теперь будем пользоваться чужим коль он на нас напал он добровольно сам отдал так ай-яй-яй рано я думал простой зомби будет так ягодки мы будем использовать и хилы хотя вообще хилы тут не обязательно потому что с поднятием уровня у нас хп восстанавливается а насчет голода и жажда я не уверен нет не устанавливается так ящики лутать пока мы с ним будем сначала убьем всех зомбаков это серый волк на данный момент это даже не замок и вот это зомби простой да я был прав ну на этой локации зеленые сложности думаю у вас не возникнет а чтобы быстро прокачать себе уровень в игре так пароль от бункера альфа на сегодня 89 533 и хочу вам сказать то что пароль актуальный пароль от бункера альфа находится под последним видосом постоянно актуальный пароль будет находиться если конечно вы там в интернете не хотите искать то можете быстренько в ютубе зайти под видос заглянуть в описании все вы там его увидите на тем временем мы сейчас убьем серого волка с них можно сразу наверно шкурку собирать но шкурка на первое время вам не понадобится теперь что что чтобы прокачать себе уровень неплохо надо получается себе опа скрытая атака получилось сделать не помешал нам зомбак надо ни одного и дачи ни одной дощечки ни одного камушка не оставить тут потому что за каждое действие дают по 10 кп за каждого зомбака вам дают полотенник да за бегуна вроде бы стольник ну токсичный зомби 150 я думаю токсичный толстяк ну короче я дальше не знаю сколько дают потому что я давно 99 на основе и не знаю сколько дают я уже забыл может даже поменяли вот смотрите я подниму камушек мне дают 10 опыта теперь вам надо будет все собрать если даже вам не нужно будет вам надо все равно все собрать не нужно вы просто скидывайте в ящик и все давайте вот посмотрим что нам на первое время понадобится нам понадобится получается травка сейчас ладно пока мы посмотрим что понадобится на первое время так плавильник с 6 уровня так вот бинты с 10 так до 10 уровня нам понадобится сосновое бревно из ясняк и растительное волокно растительное волокно веревка бревна получается железная руда и куски ткани ну это пока мы затрагивать затрагивать не будем потому что тут нужны получается вот эти вот станки получается нам на первое время надо собирать металлолом хавчик ладно на первое время мы будем собирать металлолом веревку бревна из ясняк это то что нам пока весь необходимо для старта игры провода в принципе можно было собирать и потому что радио мы быстрее построим а это быстрее торговцу можно будет добраться доступ к торговцу будет открытый торговец это уже первое оружие для бункера так следующий ящик изоленту ну и блин насчет изолент я уже точно не знаю так зомбак идет давайте я до конца уже дорасскажу как качать неплохо уровень эффективно быстро за одну локацию вы получается собираете все ресурсы потом скидывайте те нет даже все просто скидывайте но заранее скрафтить надо будет каменную кирку и каменный топор себе чтобы вы могли еще дальше рубить леса ломать эти месторождения известняка после того как их сломали вы можете еще поубивать животных за животных тоже опыт дают и вы получается выжимаете весь опыт с данной локации вы просто ничего не оставляете на этой локации и все за то что ящики лутаете вам опыт не дают так что у нас еще есть за каждые 10 по 10 кп по 10 кп по 10 опыта xp потом уже после того как все зачистили всю локацию вы просто берете короче и самое необходимое просто берете и все с этим уходите и все вы весь так так опыт будете выжимать так на первое время сразу колесо не надо профукать хотя то что если вы профукуете это ничего страшного давайте заранее сразу топорик скрафчу ну и кирку не знаю даже выбираем ящик себе данный ящик я буду выбирать себе чтобы ресурсы сложить так ткань я удалю потому что на первое время одна она не сильно то упиралась мне колесо давайте скинем еду так кто-то подошел это был зомбак теперь так веревка еще понадобится шкуру животного можно не брать потому что на старте вы ничего с нее пока сделать не сможете металлолом мне больше не попадется бинты тоже все можете сразу на автоатаку ставить и он просто будет ходить лутать так мы проголодали сразу используем бобы которые выпали на локации в ящиках блин я постараюсь наверное не знаю до какого момента я буду снимать last day on your survival прохождение с нуля блин если честно реально не знаю я хочу просто базу хорошую построить красиво ну насчет красивой красивой базы я могу сомневаться потому что каждому свое но она будет в принципе даже аккуратной я так сказал и если я даже ее построю многие даже поймут откуда я ее взял потому что я как бы ее не сам придумал просто вот когда с last day on your survival я познакомился там картинки видочки смотрел вот именно трейлеры от игры самой от разработчиков то там не зацепило вот эти вот как раз в комнаты два на четыре в начале которые они там показывали вот меня это зацепило вот и я буду тоже такой использовать причем два на четыре это очень эффективно смотрите вы пол построили и все стенки которые рядом будут у вас получается комната вся будет в каменном полу и все стенки будут в каменном полу когда если вы берете например комнату 3 на 3 крафтите себе строите то вы можете просто по краям и у вас в центре будет получается слабое звено ну конечно же но роли как бы не сыграет если конечно вы там не знаю что нибудь хороший станок там не будете ставить кровать или что нибудь в этом роде где нужен пол от какого то уровня ну в принципе все так про комнату я рассказал теперь мы пить хотим давайте просто хаваем наши ягоды видосик я думаю длинноватый получится но мне кажется вообще если прохождение записывать то мне кажется желательно минимум монтажа чтоб было но напишите в комментариях свое мнение мне будет проще решать так так вот смотрите как он конкретно тупен вот меня просто бесит то что они вот когда ресурс находится за объектом который ничё которому ничего нельзя сделать они они не могут его собрать так а где булыжники нет до сих пор кирка целая почему да не может быть такого булыжники обязательно должны быть о чем еще поговорить о чем еще поговорить давайте заценим что у нас по чертежам так чоппер вот мне как раз таки интересно вот когда чоппер я соберу насколько быстро насколько его сложно собрать будет и какие вообще шансы просто многим игрокам не выпало даже вопрос разработчик разработчикам задавали повысите ли вы шансы выпадения бензобака в ящиках типа в лобби бункера на что создатели last day on your survival ответили тем что они неоднократно уже повышали шансы и шансы одинаков для всех ну короче больше они поднимать не будут и на этом в принципе вот они больше ничего полезного не сказали сказали что поднимать не будут и все вот как раз булыжники появились так если мы пить захотим то можно будет взять ежедневный бонус в виде бобов соусе бутылки с водой и конкретно вода для восстановления жажды но у нас есть ягодки и еще 12 ягодок давайте сразу захаваем надо восстановить как можно больше так и возьмете возьмем сразу топор еще один с крафтем и пускай он дальше собирает сам по себе насчет бункера бункер если я буду проходить то я немножко нормально подготовлюсь потому что я считаю за каждое прохождение бункера надо открывать красный ящик потому что вам например если вам выпадет 29 талонов и вы не откройте ящик все а вдруг там бензобак был откуда вам знать это уже просто жесть можно было столько моментов просто профукать когда бензобак выпадал а на следующий раз когда ты приходишь ну когда ты получил один красный талон у тебя было до этого 29 ты не смог открыть открываешь а там бензобака нету а вдруг реально в предыдущем прохождении у тебя бензобак там был откуда вообще это все знать так скидываем то что нам понадобится то есть не понадобится а то что понадобится берем с собой металлолом так похавали больше трогать не будем ну что можно еще вот так вот немножко местечко себе сэкономить взяв получается давайте даже провода возьмем и болты есть и они еще есть а можете сразу животных позачищать что в принципе тоже неплохо было бы давайте сразу их убьем так я не знаю до какого момента я буду еще проходить вот это прохождение с нуля конкретно не знаю сказать не могу просто явно основным аккаунтом я думаю не станет но хотя все возможно так потом но как минимум я чопер соберу это точно рейды может быть может быть даже два основных аккаунта будет так про карточки сразу говорю это карточка доступа к бункеру чарли вообще самое что вам нужно это просто карта доступа к бункеру альфа но если я не ошибаюсь то когда отправляешься на бункер то там появляется есть турпак в нем броня должна быть и блок и как раз таки пропуск в бункер альфа так мы отправляемся бежать и достроим наш домик до конца нашу комнату первоначальную для старта она очень будет хватать для старта так ее вообще даже скрафтим наверное себе получается еще три сундучка так вот мы прибежали теперь берем по мебели у нас будет стоять тут окно тут дверка тут дверка сейчас подождите-ка так я просто чертеж достал посмотреть и где я дверки правильно разместить должен буду так и дверка должна быть тут и вокруг у меня идут просто стенки все стенки вокруг я даже могу вам порекомен порекомендовать такую же базу строить кто даже недавно начал в принципе вам будет неплохо кстати смотрите у меня олененок застрял ну ладно так ресурсы давайте в плане аааа нам еще надо же скрафтить еще эти сундуки раз два три для старта мне более чем достаточно так и давайте даже грядку 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 изучить сделаем сразу две грядки где вот вот так вот и вторая вторая оп вот так вот в принципе можно было на заднем дворике тут разместить хотя давайте пока мы сзади дома и сделаем для старта короче самый раз без разницы потом все равно уже в плане расширения дома мы будем это все менять так сразу расставим наши сундуки так вот так вот давайте даже вот этот повернем вот так вот сделаем и вот так вот так давайте сделаем так у нас тут будут просто вот эти вот ресурсы так а что-нибудь еще полезное мы скрафтим нет не сможем получается все на этом мы закончим да так ресурсы так и пойдем сразу посадим наши семена морковки горло начало болеть но ничего страшного да ага ну и остальное мы просто сюда скинем и все так костер точно костер костер мы сможем да сможем сейчас костерчик замутим построим и пускай он тут будет костер его можно внутри разместить кстати так костер разместили сразу поставим мясо пожарится вот это 4 плюшки мы скинем так теперь уже по своим местам скидываем сразу рекомендую сортировать это будет вам гораздо удобнее нажимаете просто так вот и он сам сортирует просто уже к этому привыкните и все ну и все на этом пожалуй да да мы построили базу зачислили локацию ну все если вам понравилось видео хотя не давайте по традиции если вы досмотрели до конца напишите прохождение в комментариях я так пойму что вы досмотрели до конца мне будет очень приятно что есть зрители которые досмотрели данный видос до конца вообще мои видосы смотрят до конца тем более учитывая то что он будет идти где-то наверное 20 минут уже и все на этом ну а с вами был я Одер если вам понравилось видео ставьте лайк если вам видео не понравилось ставьте дизлайк не надо меня жалеть ну а с вами был я Одер всем удачи всем пока увидимся в новых видео бай бай удачи